У Красноярского края огромный туристический потенциал, это отмечают в том числе и федеральные эксперты. Сейчас главная задача обеспечить поток туристов не только из городов России, но и из других стран. Причем интерес к нашему региону есть. За последние пять лет поток туристов в Сибирь увеличился в семь раз. Сейчас за год в Сибирский федеральный округ приезжают около 10 миллионов человек. И первое место среди регионов по посещаемости у Красноярского края. В первую очередь сюда едут за настоящей сибирской природой. Ергаки, плато Путорана, крайний север постоянно привлекают туристов, которые хотят своими глазами увидеть многолетние льды, водопады в горах. И взобраться, например, к висячему камню. Это направление сейчас активно развивают. Впервые за многие годы в крае, наконец, в конце 2016 года была принята и одобрена концепция развития туризма, которой не было все это время в крае. Сейчас с нами разработан проект закона о туризме, которого также не было в Красноярском крае. Значит, разрабатывается турбренд. И за 2016 год, например, было открыто целых пять туристко-информационных центров в Красноярском крае. Все это говорит о том, что есть интерес высокий. Особый интерес к культуре и истории этих земель. Одни туристы хотят окунуться в быт северных народов, другие – познать историю. 400 лет исполнится со дня освоения Енисейска. А именно этот город можно считать прародителем жизни на берегах Сибирской реки. Именно поэтому там сейчас идет большая реконструкция всех памятников архитектуры. Сегодня на форуме присутствуют очень высокие эксперты, ведущие туроператоры нашей страны, федеральные туроператоры. Присутствует руководство Ассоциации малых туристских городов. Это такая эксклюзивная ассоциация, в которую входит всего 12 городов, которая соответствует очень высоким стандартам по привлечению туристов, как российских, так и из-за рубежа. И вот Енисейск на сегодняшний день претендует на право войти в эту ассоциацию. По самым представителям турагентства, тенденция последних лет – это именно внутренний туризм. Появился интерес к диким местам, где, возможно, еще даже нет должной инфраструктуры. Большой интерес к регионам. Соответственно, Красноярскому краю тоже есть большой интерес. Именно к каким-то аутентичным, наверное, вещам. Люди хотят сюда ехать, люди спрашивают про англоязычные в том числе туры, потому что есть группы, которые хотят ездить и по регионам, не только в Москву и в Санкт-Петербург. Создание инфраструктуры – дело не одного дня. Но как только в крае появятся комфортные условия, поток туристов вырастет еще в несколько раз. А такие мероприятия, как Мир Сибири, Сибирская Масленица и, например, Денюхи только подогревают интерес. Так же, как и наш могучий Енисей, который может стать одним из основных магнитов для заядлых путешественников. Если у нас не будет инфраструктуры, то нам очень сложно будет принимать иностранцев. Нет на реке корабля. Нам очень сложно показать красоты, скажем, Енисея. А по Енисею очень хороший маршрут у нас был 15 лет назад. Его можно возродить, его знают в мире, Красноярск-Будинка с остановками и так далее. Также сейчас в нашем регионе разрабатывается концепция единого турбренда «Край». И в данный момент идет голосование. В нем приняли участие более 400 человек. И пока лидирует концепция «Красноярский край. Земля контрастов». Екатерина Погорелова, Всеволод Никитин. Новости. Продолжение следует.